Приветствую вас, аноним. Вы, конечно, извините, что я буду задавать, наверное, какие-то вопросы или говорить какие-то вещи, не очень может быть приятным для вас, но поскольку вы спрашиваете тоже не совсем корректные вещи, вот, ну, не специально, да, понеслание, вот, наверное, вы считаете, что психологи могут отвечать на такие вопросы. Мне бы хотелось вам до вас донести некоторые моменты. Смотрите, первое, психологи не могут давать советов, прямых советов нет. Можно получить определенные рекомендации, но эти рекомендации касаться будут в первую очередь вас самого и ни в коем случае не являются директивами, каким-либо действием, потому что это перекладывание ответственности. Это первое. Второе. Для того, чтобы иметь представление о ситуации, в которой вы оказались, необходимо понимать ее всю, необходимо знать ее всю. Если вы говорите о том, что вышли замуж быстро, непонятно, но это отдельная история, ничего не рассказываете, хотя она прямо пересекает, что происходит сейчас, то информация у нас неполная, рекомендации полные, дать мы вам не можем. То, что вы описываете сейчас, это вследствие того, что представляет из себя отдельная история. И... А отдельная история, в свою очередь, это вследствие того, что представляет из себя вы. И вот то, что представляет из себя вы, нас интересует в большей степени, потому что именно из того, что представляет из себя вы, как психологический субъект, вот, и влияет на то, что происходит сейчас. По факту, получается, что вы в некоторой степени... Ну, в некоторой степени вы находитесь в средстводом языкистических отношениях. В некоторой степени можно сказать, что вам нравится то, что делает ваш муж, то есть, почему-то, вот, ну, опять же, да, вот, к примеру, там, ревность у него, вот это всё, вы это терпите, вы уходите, мочь вас находит, непонятно как, почему-то вы позволяете, чтобы он вас унёс, то есть, вы, получается, где-то были одна, если вас никто не защитил, никто не помещал мужу вашему забрать. Далее вы терпите его отношения, его удары по лицу, с ним спите. То есть, что это? Это низкая, это занесенная самооценка, это зависимость от мужа, это страх остаться одной. Что это? Это привязанность к нему какая-то. Или, может быть, это, ну, может быть, вам нравится такое отношение к себе. То есть, нет, понятно, что вы считаете его неприемлемым и всякое такое, ну, ваши действия, они говорят немножко о другом, понимаете? Далее вы пишите, что были отпуски, ничего не меняют, а почему вы считаете, что должно было измениться? То есть, как бы, откуда у вас ожидание на, ну, откуда у вас надеяться на перемены, с чего, с чего должно что-то измениться? Ну, вот, понимаете? А, насчёт повода, однозначно сказать сложно, желательно проанализировать ваши отношения всё же, но повод выдаёте уже тем, что, например, после скандала дома, когда он вас вернул, принёс домой и хлопал по лицу, вы с ним, как бы, суперлементарную связь, это уже повод, потому что это означает, что вы принимаете его такие действия, значит, вы не отталкиваете его, не отдаляете его от себя, к сожалению, это проблема. Вот. Вот так вот можно ответить вам на вопрос. Вам нужно сначала разобраться в себе, раскорректировать своё поведение, вот, установить чёткие личные границы, должным образом себя защитить, продемонстрировать мужу свою позицию, чтобы он её понял, чтобы он начал с ней считаться, потому что сейчас ваш муж с вами не считается от слова совсем, от слова никак, к сожалению, и... дальше уже будет видно. Дальше уже будет видно. А ревность вашего мужа, тут могу сказать, да, ревность вашего мужа, протекает от неуверенности в себе, и страх, и ваши отношения напоминаются зависимо. что он нуждается в вас, и очень сильно боится потерять вас, и таким образом проявляет свою любовь. Ну, точнее, это не совсем любовь, это, скорее, нуждаемость такая, нуждаемость в вас. А вы тоже, вот, в нём, судя по всему, нуждаетесь. Вот, в интернете можете почитать про созависимости и про садомазахистические отношения, вот, ага, и лучше просто будете понимать, что происходит. А совет вам, совет вам никто не даст. Ну, то есть, это не прерогатива такого товар-совета. Проблема в другом, что развод не решит тех ваших субъективных проблем, т.е. чисто ваших проблем, которые привели вас в брак. и развод не уберёт те причины, по которым вы ведёте себя вот так, как ведёт. Развод этот не уберёт. Понимаете? Так что, вы не думайте, что развод решит все ваши проблемы. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok